Диана Латышева 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 Диана Латышев В конце второй четверти произошел неспортивный фолл со стороны КГСу и как следствие штрафный бросок Федералы продолжают осаду кольца соперника но не всегда атаки завершаются удачно К концу второй четверти счет 10-45 в пользу КФУ Третья четверть матча не привнесла особой интриги КФУ внутренне почувствовал победу и начал удерживать преимущества Участились трехочковые броски со стороны федералов что дало совсем неприличное преимущество в 30 очков КГСу в свою очередь атаковал достаточно стандартным способом и пытался хоть как-то размотить счет К концу третьей четверти счет 22-66 в пользу федералов Четвертая четверть с первых минут дала понять что обеих команд исход матча более чем устраивает Обе команды играли достаточно медленно, нединамично КГСу окончательно потерял веру в себя и практически не давал сопротивления атакам федералов Последние в свою очередь решили довести счет до трехзначной цифры Однако чуть-чуть не повезло Время на табло закончилось, когда счет был 30-99 Таким образом матч был завершен Евгений Романов, Неделя спорта В минувшее воскресенье в КСК КФУ Уникс прошли полуфинальные матчи в рамках отборочного этапа чемпионата ССК России по мини-футболу среди мужских команд О том, кто же вышел в финал, нам расскажет Ксения Уваровская Первый матч выдался интересным на событии Явный фаворит матча Институт физики встречался с молодыми экономистами которые назвали себя Young Boys Неожиданно для всех болельщиков за минуту до конца встречи счет был 2-2 Однако физики заработали пятый фолл что позволило им пробить 10-метровый штрафной удар после которого Олег Батьков вывел Институт физики вперед В следующем матче встречались фавориты всего турнира сборная КФУ против ЧБД в составе которой большая часть футболистов это юристы Несмотря на то, что фаворитами были КФУ, ЧБД никто не списывал со счетов потому что в их составе также есть игроки сборной КФУ Однако встреча закончилась сухой победой сборной КФУ со счетом 7-0 Они не оставили ни единого шанса своим соперникам Молодцы юристы, соперники, которые все время прессинговали нас не давали нам долгое время открыть счет Но как только мы забили 1-2, нам стало играть легче, появились зоны и мы начали забивать Третий матч был очень непредсказуем Несмотря на то, что до конца основного времени на табло горели нули ударов по воротам было очень много Именно вратари должны были стать героями серии послематчевых пенальти Удачливой оказался вратарь А.С. Казан Алуш Башар и игроки этой команды В серии пенальти они оказались сильнее и победили МФК Лис тем самым обеспечив себе выход в полуфинал В последнем матче полуфинала развязка была не менее интересной Встретились команды Африканского Турбиона и МиГ-27 Счет за 5 минут до конца матча был 2-0 в пользу МиГ-27 Однако африканцы своим ярым желанием сравнять счет сделали это за минуту до конца основного времени В серии пенальти их ждала та же участь, что и МФК Лис Два нереализованных удара со стороны Турбиона и все три реализованных удара со стороны МиГ-27 обеспечили последней команде выход в полуфинал Таким образом полуфинальными парами стали Институт физики и А.С. Казан, а также КФУ и МиГ-27 Примечательно, что эти команды уже встречались между собой в группе В финале Институт физики также обыграли А.С. Казан со счетом 3-1 Что касается КФУ и МиГ-27, то в первом тайме счет не был открыт Однако во втором тайме сборная Казанского федерального университета взяла инициативу в свои руки И забила 5 безответных мячей в ворота МиГ-27 Несмотря на счет в двух играх 7-0 в первом матче и 5-0 в втором матче Я хочу сказать, что игры были непростые Первая игра была немножко полегче для нас, потому что мы забили быстрый гол И дальше контролировали игру и довели счет до разогромного Таким образом сборная КФУ и Институт физики разыграют между собой Желанный кубок чемпионата АССК внутривузовского этапа Ксения Уваровская, неделя спорта И мы продолжаем, и сейчас у нас в студии капитан команды КФУ по большому футболу Владислав Купунов Здравствуй, Влад. Здравствуйте 1 марта прошли полуфинальные матчи отборочного этапа чемпионата АССК по мини-футболу Как я знаю, команда КФУ, в состав которой ты входишь, и команда Института физики вышли в финал Как ты оцениваешь ваши шансы на победу? Шансы на победу я оцениваю как хорошие, потому что мы имеем в команде подготовленных футболистов Сбалансированные четверки, и я считаю, что именно этот, так сказать, фактор Поможет нам победить в этом матче финальном против Института физики А что бы ты мог бы рассказать вообще о команде Института физики? Команда Института физики, очень подготовленная команда Два футболиста для нас очень хорошо знакомы Это Айнас Харматуллин и Олег Батьков Потому что мы на протяжении 3-4 лет играли в одной команде вместе За Институт экономики по чемпионату Казани На всех казанских соревнованиях ездили в Беларусь вместе, в Москву, в Самару и так далее Поэтому мы очень хорошо знаем этих футболистов Мы знаем, как против них играть Но в то же время они знают, как против нас играть Поэтому именно этот фактор, так сказать, покажет интересную игру, можно сказать Потому что соперники очень знакомы, знают друг друга И я думаю, это будет очень интересная игра А кого все-таки своей командой ты мог бы выделить? Кто, на твой взгляд, является лучшим? Вратарь хороший, Фарид Садриев Защитники хорошие Нападающие Алмаз, Денис, Рамиль хороший Так что Я думаю, что все наши члены команды Они примерно равнозначны И кого-то сильно выделять не буду Выделю Фариду Садриеву, потому что он единственный вратарь нашей команды У него нет конкурентов, так что Фарид пусть будет Давай вернемся к полуфинальным матчам Расскажи подробнее Как проходила 1-4, с какой командой вы столкнулись И каковы результаты? В матче, в четверофинальном матче мы играли против команды ЧБД В данной команде присутствуют очень хорошие футболисты Вместе с которыми мы играем и по большому футболу Данил Воронов, Кирилл Николаев Также ребята, с которыми мы очень давно знакомы Это Евгений Ощепков и так далее Хорошие футболисты, хорошие ребята Не повезло им, что мы забили быстрый гол Потому что, я думаю, этот фактор именно и сломал их Они побежали забивать голы Мы в то же время ловили их на контратаках Забивали свои позиционные атаки Ну, голы летели Мы реализовывали свои моменты И, к счастью, 7-0 Полуфинальный матч сложился для нас, так сказать, более волнительно Потому что мы не забили гол в первом тайме Могли пропустить какой-нибудь такой странный гол Но, к счастью, этого не произошло Мы забили быстрый гол во втором тайме И дальше соперник раскрылся Мы этого именно ждали Забить гол Соперник раскрывается И мы уже играем в свою игру Появляются у них свободные зоны Мы пользуемся этими свободными зонами И забиваем свои голы 5-0 Результат А кого из 20 команд отборочного этапа Ты хотел бы выделить? На твой взгляд, может быть, кто-то проиграл Но на самом деле они являются сильными соперниками? Я хотел бы выделить, ну, нашу команду Young Boys Потому что я имею в виду наших экономистов молодых Потому что они такие ребята целеустремленные Но, к сожалению, не хватило опыта, наверное, для участия в финальной части Также хотел бы выделить команду Turbion Команда, созданная из африканцев То есть Ичада, не знаю, какие еще государства Тоже цепкие ребята Играли в свое удовольствие Финтились, обыгрывали Радовались Но, к сожалению, проиграли вроде как в четвертьфинале А как сейчас проходят тренировки к финалу? То есть у вас, может быть, есть какая-то особая подготовка? Нет, особой подготовки нету Потому что помимо этого турнира мы играем еще на других турнирах Региональных, республиканских И обычная подготовка Индивидуальная, командная Так как в других командах, например, в институте физики Айнас Харматуллин и Олег Батьков Они тренируются вместе с нами Поэтому, я думаю, тут не будет какой-либо специальной подготовки Просто будем поддерживать форму и приходить в хорошем, так сказать, в хорошей кондиции к этому финалу А тебе не охватывает какой-то мандраж или переживание перед предстоящим финалом? Да вот пока не думал об этом матче Завтра, думаю, за часика 3-4 Начну уже помаленьку настраивать себя Приводить в нужный тонус, в нужные кондиции Морально И выйдем на паркет Спасибо большое, Влад, что посетил нашу студию Ну а мы желаем тебе победы в финале Спасибо Вот такими яркими событиями нас порадовала прошлая неделя Ну а что же будет дальше, посмотрим Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале «Универтв» Меня зовут Диана Латышева До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова